Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и сегодня у нас видео о покупочках. Да, сейчас сезон скидок и я еще не перестала покупать покупки. Я еще обошла не все торговые центры, но уже что-то я приобрела и заметила, что уже два раза я была в одном торговом центре. В самом у нас модном ничего не нашла. Потом была на втором месте, по моему взгляду, торговый центр и тоже там ничего не нашла. И мне кажется, что уже я ничего не найду. Но я не опускаю руки, потому что сезон скидок это всегда очень круто. И когда ты заходишь в какие-то магазины, видишь там огромные цены и то, что ты видела за огромные цены, сейчас продается за минимальные, ну не минимальные, а со скидкой 50%, думаешь, блин, это такая возможность, надо брать. И сегодня я вам покажу, что я взяла за последнее время из покупочек. И в инстаграме, здесь вот будет мой инстаграм, вы уже видели все это, я это очень радовалась, показывала, что-то даже спрашивала вас, брать или нет. Там были одни серебристые шлепки, я хотела взять в рандеву. Не помню, как марка называется, что-то там, Mississipi, что-то такое, короче, ну итальянская обувь. Я сделала опрос в инстаграме, нравится вам или нет, причем я это сделала, спросила, потому что я не понимала, нравятся они мне или нет. То есть в них что-то было, а что-то не было. Я думаю, дай скину девчонкам. И все прям, большинство подавляющее сказали, нет, не бери. Хотя бы даже когда я начала снимать уже в сторисах, смотрю, думаю, ну они реально прикольные. Короче, я переспала с этой мыслью, в итоге вернулась на следующий день, чтобы их взять, несмотря на то, что все проголосовали против. Но они были в единственном экземпляре, и у них проступал итальянский клей. И это не очень было хорошо, хоть этот клей итальянский, но у них не было второй пары. И я не хотела, потому что там клей на самом деле достаточно немало так проступал. Я очень расстроилась, в общем, ничего не купила. А я, если настроена что-то купить и ничего не покупаю, я немного расстраиваюсь. Вот такая тавтология. А еще из того, что я не купила и тоже делала опрос, в Томми Хиллфигер была такая интересная поясная сумка, но она была необычная тем, что она практически в три, наверное, раза больше, чем те, которые я обычно ношу. И мне нравится эта марка. Я еще там ничего себе не приобретала, хотя некоторые модельки мне нравились. Я мерила там обувь, для меня она немного тяжеловатая. Мне нравится там одна сумочка, она сейчас со скидкой 10 тысяч стоит. Но я немного такое не ношу. Я люблю поясные сумки. И я боюсь, что через плечо такая, да, аккуратненькая, она, во-первых, маленькая, она будет мне маловато. Она будет очень красиво смотреться под одежду, но она будет мне маловато. Ну, в общем, я еще пока в раздумьях. Я хочу менять, может быть, свой гардероб. Вы сейчас в процессе поймете, какие вещи, и что я взяла, и почему я меняю свой гардероб. Давайте начнем с брендов, с очень известных всем марок. Например, с Armani. Вот. Я взяла там себе шлепочки. Сейчас тоже там распродажи, и все, что было там по цене заоблачное, можно так сказать, да, сейчас на все 50% скидка. Я увидела невероятные вот такие шлепочки на лето. Мне они очень понравились именно по дизайну, то, что они на платформе, потому что очень часто какие-то длинные, хотя я редко ношу длинные, заметьте, да, но какие-то длинные платья, они прям длинные, по полу таскаются, да, и немножко платформа, она была бы очень хорошо. На ножки смотрится великолепно. Именно сочетание звездочки, черное, белое, такая классика. Я знала, что они будут мне очень сильно натирать. Знала. У меня через палец я сейчас ничего не ношу, у меня все сплошняком, но я заметила, что самая красивая обувь вообще через палец, ну, именно из таких летних, и мне все это нравится. Но я знаю, что они натирают, и они неудобные. Обычные такие шлепки, чтобы они были не через палец, а были вот так, да, красивых моделей очень мало, и это на самом деле находка, если вы найдете. Вот те как раз-таки бежевенькие в рандеву были, мне кажется, интересненькие, тоже были на платформе. Я теперь ищу светленькие. Я набрала себе кучу темной обуви, а светлой теперь нету, только из мармалата. Но они такие, конечно, летненькие шлепочки, непредставительные такие, что, знаете, как платье какое-то интересное оденешь. Они больше такие пляжные. И вот эта обувь так меня натерла в первый же день. Я проходила в них, не знаю, просто несколько часов, так, что у меня аж ногу даже свело. И я сейчас потихоньку их разнашиваю. Вроде бы сказали, что они должны не натирать через какое-то время, но я жду. На третий день я их не смогла вообще одеть. Я надела другие. Я надела заровские. Еще я взяла заровские шлепки, очень классные, но у них тоже свой момент, потому что у них нет подъема. Тоже не совсем подходит. Короче, долго в ней не проходишь. Вот мармалата мои там, вот одни шлепки, вообще ходишь, наслаждаешься. Да блин, недалеко. Показать, что ли? Сейчас приду. Вот они мармалата, девочки, просто никогда нигде не натирают. Они мягенькие, они красивого цвета, такое сочетание. Но они, видите, они совсем такие вот пляжные, да? То есть в них вот, ну, во двор пошел еще куда-то. Хотя я могу в таких и гулять по центру. То есть мне даже кто-то из девчонок написал в Инстаграме, типа, Селена, возьми себе нормальную обувь, это же совсем пляжный вариант. Знаете, плевала я на правила. В чем и где ходить? Нет, конечно, там, может, с полотенцем на голове я не пойду там выкидывать мусор. Хотя, вы знаете, я и это могу. Я, честно, такой человек, который плюет на правила, и за границей вообще можно в пижаме выйти. Вот у меня подружка там частенько бывает и очень долго времени там проводит. И говорит, там без проблем можно выйти в магазин, там, в пижаме. Вообще, ну вот в чем ты по дому ходил? У нас же здесь на тебя посмотрят, как на сумасшедшего какого-то. Ну, опять же, смотря, может, в каких районах. Короче, я одела вот эти вот мармалаты и просто наслаждалась, улыбка моя. Так вот, я еще себе купила одни. Ну, вот эти вот пока натирают. Я очень рада. Классные, Армани, супер. У меня ничего у Армани не было еще. Но мне понравилось. Мне еще там нравятся кроссовочки. Но они, мне кажется, какие-то недолговечные. И, опять же, они ни одного цвета. Если бы они были чисто белые или чисто черные, возможно, я бы подумала. Но они какие-то комбинированные. Плюс там комбинированные материалы, комбинированные цвета. Я не совсем уверена, что мне это нужно. Вот. Пока что я, короче, в раздумьях. Я подумала, что не буду я прям с этими скидками сходить с ума и все брать подряд. Я лучше возьму в два раза дороже потом. Но буду знать точно, что эта вещь мне нужна. В общем, шлепки. Я довольна. Они красивые. Единственное, что натирают. Ждем этот момент, когда перестанет натирать. Дальше. Я зашла в Зару. И в Заре я купила тоже еще одни шлепки. Я сейчас вам их покажу. Они в машине, потому что им нужно сделать профилактику. Они на тоненькой подошве. Я их взяла последние. Там еще был вариант с бежевой бахромой. Но бежевая бахрома не очень смотрится. Черные смотрятся идеально. Они вот вообще какие-то необычные такие. Короче, они необычные, крутые. Мне они очень нравятся. И я в них буду ходить. Я очень рада, что я их взяла. Они 2-300 где-то стоили. Также в Заре я взяла еще вот такую кофточку. Топ такой. И меня уже спрашивали. Ой, где ты взяла такой топ? Он идеально вообще под джинсики. Под мои New Balance кроссовочки. Они тоже там имеют красный color. И такой топ, знаете, под высокие какие-то. Под высокие шорты, например. Очень классно смотрится. И под красные губы. Короче, этот топ тоже мне нравится. Он где-то 900 рублей стоил. Классненький. И в нем не жарко. Хотя он достаточно такой какой-то вязанный, плотненький. Также хотела сказать, что наконец-таки я себе побаловала. И в своем магазине я все-таки взяла себе эти босоножки. Такие босоножки-шлепки. Они выполнены из натуральной кожи. Да, очень мягкие. Стелька кожаная. И все-все кожаная. Идут они размер в размер. У меня 37-й размер. Они очень мягкие и очень удобные. И делаются они в Ростове. У меня знакомые работают в швейном цеху. Точнее даже мои родственники, я вам так скажу. И есть там один человек, который просто фанатеет по обуви. Он все время что-то придумывает новое. Он все время хочет что-то такое создать. У него очень много разных моделей. Но мы пока что с ним сотрудничаем. Именно вот с этой моделькой. Она очень красивая и модная. И я вам скажу, что она в других магазинах стоит со скидкой, вообще там безумной скидкой. Самая дешевая, что она когда-либо стоила, это 3 800. У меня в магазине такие босоножки можно купить за 2 800. Представляете? И это натуральная кожа. Да, и когда я их взяла после Армани, конечно, это тоже небо и земля. Я тут просто ходила. Они не натирают с первого раза нигде. Но лично мне вообще просто идеально. Я хожу и кайфую. И вот эти вот золотюшки, да, и золотюшки у меня в магазине серебрушки. С золотюшками больше нету. Но они на самом деле не сильно отличаются. Золото от серебро. У них легкий-легкий оттенок. Я взяла просто себе одни, чтобы они не мельтешили. Там в основном везде серебруха у меня. Есть еще также с задниками. Да, кто любит задниками, а не шлепки. Вот. И также они делаются под заказ. Там размер, который нужен. В общем-то, я довольна вот этими шлепками. Наконец-таки я их себе взяла. А не брала я их почему? Потому что у меня было все по одному размеру. И я думала, что кто-то захочет, а я их такая ношу, да. И человеку придется ждать. И я думаю, ладно, не буду пока себя брать. Не буду себя пока баловать. Вот. Ну, в общем, решила побаловать себе и забрала их. Очень довольна. На мой магазин, если что, ссылка будет под видео. Также хотела поднять такую немного тему. У меня еще есть некоторые бренды. Сейчас мы их попозже покажем. Также хотела поднять такую тему по поводу брендов. Почему я их начала покупать? Почему бренды? Потому что раньше, как вы помните, я себе этого ничего не покупала. И раньше, когда меня спрашивали, я высказывалась, да, что бренды, мне кажется, что это какой-то обман. Что за имя они дерут огромные деньги. Я, в принципе, так и считаю, да, что за имя дерут огромные деньги, но, ну, может быть, оно заслуживает того. Может быть, люди добились действительно чего-то, да, в жизни, заняли какой-то статус. И есть у них, в принципе, прослойка таких людей, которые ценят этот бренд и любят его, и готовы платить за это деньги. И здесь вопрос уже становится возможностей, да. Можешь ты себе позволить эту вещь или не можешь? Раньше я говорила, что, типа, зачем это нужно? Это полный бред, я чувствую себя обманом, да, и тра-та-та, и тра-та-та. Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что я это говорила, потому что у меня просто не было возможностей. И я, ну, мне кажется так, да, вот, ну, ладно, буду говорить только за себя. Мне кажется, что не было особых сильно возможностей. Поэтому, дабы не расстраиваться сильно, что я не могу себе позволить ту или иную вещь, я просто что-то придумывала для себя. Ну, типа, такого оправдания, да. Сейчас у меня потихоньку начинает появляться возможность покупать себе что-то интересное, брендовое. И я сама себе, сама для себя показываю, что, смотри, Селеночка, ты добилась определенного успеха, у тебя теперь есть возможность купить себе что-то в магазине более дорогом, брендовом, узнаваемом. Как ты на это смотришь? Ну, не то, чтобы узнаваемый. Сейчас, допустим, Зара тоже узнаваемый, но он недорогой считается, там, магазин, да, там, Бершка, Страдивариус есть, Тенчин Дэм, да, тоже вроде бы узнаваемый. Ну, хотя там очень много всего, то есть это такая недизайнерская, может быть, одежда, да, например, там, Армани, мы там их можем узнать, да, эту бренд, имя, вот я сразу футболки. Ага, вот она, футболка, кстати, на фоне лежит, новая футболка, которую я купила, Серебрушечка, тоже подумала, что подо все будет, купила себе еще одну футболку. Ну, а не потом, потому что еще, у меня есть еще одна футболка, я вам покажу, там, один косяк есть, мама моя сказала, что это может быть фейк, хотя я покупала в оригинальном магазине, хочу с вами посоветоваться еще. Что для меня бренды? Вот лично для меня бренд, когда я смотрю на человека, который одет в брендах, я вижу в нем только то, что у него есть возможность их купить. Не более того, я не вижу, что этот человек, там, честно зарабатывает деньги, я не могу сказать это по его одежде, правильно? Не скажешь. Я не могу сказать, что этот человек добрый или злой, я не могу сказать про этого человека, что он вообще, там, хороший человек, да, что он, ну, не знаю, я ничего не могу сказать. Я могу только увидеть то, что возможно, и то возможно, у него есть деньги на такие дорогие вещи. Порой бывает и не факт, что у него есть деньги на такие дорогие вещи. Бывают люди залазят в кредиты, чтобы выглядеть вот так, вот так, вот так, да, а на самом деле у них нет-то денег, они не заработали себе на все это, они просто хотят выглядеть так хорошо, да. Но это меня не касается. Я, когда вижу человека в брендах, мне кажется, что у него есть деньги, потому что вещи эти дорогие, то есть у человека, наверное, определенный какой-то успех. Мне кажется, что у всех тогда складывается мнение. Но никогда о человеке я не складываю мнение, хороший он или плохой, могу с ним общаться или дружить или еще что-то, потому есть у него бренды или нет. Это будет происходить только в общении непосредственно с человеком. То же самое для себя, когда я покупаю какие-то такие вещи, я самоутверждаюсь. Мне кажется, я продолжаю самоутверждаться. Раньше я носила такие вещи, да, но в основном это были какие-то подарки. Это не так, чтобы я там, может быть, миллионы какие-то зарабатывала, да, и могла себе позволить. Да, на день рождения мне там дарили дорогую там сумку какую-то, да, там или, ну, в общем, были подарки, да, какие-то. В общем, это одно, когда тебе кто-то что-то подарил, да, это не ты купила, возможно, ты бы себе такое не купил, к примеру, да, а когда подарили, это одно. И другой момент, когда ты сама уже достигла какого-то уровня, когда можешь пойти и купить себе, что хочешь. Да, будет очень крутой уровень, когда я смогу пойти себе и купить, вот просто вышла там, на самом деле, новая коллекция, там, Dolce & Gabbana, какой-нибудь там сумки крутой, первая линия туда-сюда, и она только вот вышла там 2-3 дня, и я захотела, мне очень понравилось, я взяла себе и купила. Ну, это баснословные деньги, конечно же, сейчас я себе это позволить не могу. Сейчас я могу позволить себе там Armani какие-то, New Balance, Nike, ну, то есть, да, тоже вроде бренд-бренд, но сейчас настолько поднялись цены, что я вообще охренела. Цены такие, таких не было никогда, я реально офигела, кроссовки за 13,5, я немножко прифигела, но я уже привыкаю, на самом деле привыкаю, что реально такие цены. Вот, ну, доллар вырос, и все в 2 раза выросло, я еще живу тем временем. И чтобы вы понимали, что я не оцениваю людей по брендам, и я как бы, да, не ношу прям все бренды, просто есть что-то мне нравится, я удовлетворяюсь покупками этими, а есть что-то мне, например, вот нравится в другом. У меня здесь покупочки не только брендовые, но и Китай, мой любимый Китай, я его тоже очень люблю, и даже отчасти я, наверное, его где-то обожаю, уважаю за то, что они делают прикольные вещички для, ну, доступные для людей. Мне кажется, это вот какое-то плохое даже дело, вот, поэтому у меня есть очень много прикольных вещей, которые также поднимают мне настроение, в которых также я хожу и даже могу сочетать, одеть там кроссовки какие-то дорогие и одеть там за 500 рублей какой-то костюмчик, да, почему нет? Я думаю, что обо мне, как о человеке, это ничего такого не скажет. А кто судит так о человеке, то я думаю, что это проблема просто у человека. Много наговорила, что-то я тут говорю-говорю с вами, ну, а когда мы еще поболтаем, да, ну-ка вот такие вот моменты. Давайте начнем, покажу, что я взяла себе на китайском сайте, заказала, блин, вот. Хотела показать вот такой костюм. Кстати, да, первое это вот, пожалуйста, на мне, это платьица на самом деле, оно очень прикольное, сейчас вы просто посмотрите, я вам быстренько сейчас скажу. Джинсовое свободное платье, просто такое какое-то бесформенное, оно кайфучее, вот красные кубки, я такая вся нарядная, супер, да, смотрите. Дальше это вот такой вот нежный, классный, вообще простой-простой костюм, но какой он прикольный. У меня когда-то была майка, я покупала ее давно-давно, это единственная была покупка в секонд-хенде, это сейчас я кучу всего покупаю в секонд-хенде. А раньше в секонд-хенде взяла одну юбку случайно, там подружка показала, я ее так затаскала, и мне она нравилась тем, что она была вот такая прямая, как вот эта, и ее не нужно было гладить, просто ее постирал, и она, короче, прикольная была. Вот пример, но это не такой, это немножко жатый такой материал, но прикольная. Такая просто ровненькая юбочка и такой же просто ровненький топичек, и они очень прикольно смотрятся. Не надо гладить, все просто. Также на сайте ссылку, которого я оставлю под видео на все эти вещи, вы сможете посмотреть. Там еще есть у них всякие горячие предложения, я заказала вот такой вот пиджачок, он мне напоминает, знаете, слушайте, я сегодня даже лежала, думаю, фотосессию надо такую сделать. Кристина, слышишь? Фотосессию надо сделать вот с этим пиджаком, зализанные волосы такие мокрые назад, красные губы, легкие стрелки, поняла? И такая, типа, пацанка какая-то, вот эта 90-е что-то, да, такая, что-нибудь фэшн какие-то, надо поделать, короче, мы сможем, я думаю. Единственное, что я думала, что вот эти полоски белые, они прям белые, но они не белые, они, знаете, как белые с черным. Но смотрятся в целом очень хорошо, да, очень хорошо. Посмотрите, как вообще, мне кажется, очень яркая красная помада, офигенная, удлинененький такой, качество очень хорошее вот этого пиджака, мне очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше вот такой вот белый пиджачок, тоже из такого материала, но вы увидите все это на видео сейчас, мне тоже кажется, что он придет солидности, может даже где-то в брендовых магазинах, я не помню где, но видела вот такие пиджаки, да, они такие, как вязаные что-то. Ну, в общем, выглядит очень дорого, я вам так скажу, не выглядит он на свои деньги, которые там продаются, реально очень круто и придает солидности, такой солидный пиджачок. Но мне он немножечко, мне кажется, было бы, может быть, хорошо на размерчик побольше взять, он такой, как-то плотненько на мне сидит, у меня просто длинные руки, широкие плечи достаточно, ну, как бы, ну, не так, чтобы очень, да, но бывает на одежде это сказывается. Вот посмотрите, как он на мне выглядит, и мне кажется, что это как эксессочка лучше, да, то есть, если вы будете такой заказывать, лучше на размерчик больше закажите. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я заказала невероятное зеленое платье. Я тоже хочу, чтобы вы, я не буду его сейчас раскрывать, оно легкого материала, оно не маркое, оно очень легко гладится и даже сильно не мнется, с волонами такими интересными. И это платье мне очень понравилось вообще, мне кажется, оно делает образ такой летний, легкий, просто должны посмотреть, как оно на мне сидит, и сами все поймете. И да, я его решила оставить себе, хотя я не ношу такие вещи, не знаю, когда я его одену, но мне кажется, куда-то я должна буду его приодеть, пофоткаться. Мне кажется, оно мне идет. Пока пусть будет у меня. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие покупочки у меня были из Китая, всем известного, в принципе, сайта. Я уже заказывала там вещи необычные. У меня есть костюм еще, который я никуда не одевала, но мне очень хочется, он такой в стиле, может быть, вы видели давно мои покупки, кто давно на меня смотрит, такой в стиле, это, гейши, такой клеш, брючки такие клеши, он белый и там какие-то черные такие узоры. Тоже под красные губы, мне кажется, замечательные. Да и сейчас вообще я буду у него очень хорошо. Сейчас чуть-чуть похолодает, и куда-нибудь я в этом костюме выйду. Я уже хочу, кстати, говорю, Кристина, давай брать с тобой какие-то билеты на концерты, ходить, потому что у нас с тобой столько вещей, нам просто их даже некуда одеть. Я вот люблю, да, вот такие маечки, все там одела. Вот хотела, что сказать, давайте к нашим брендам снова перейдем. Эту футболку я покупала совсем недавно, и мама моя сказала, что вообще, ну, она раньше работала швеей, и их учили, что правильно скроенная футболка, это когда после того, как ты ее стираешь, она не перекручивается, да? То есть это значит, лекала лежала правильно, там, не искося как-то. Вот, и когда она увидела, что у меня футболка перекрутилась, она мне такая, ты знаешь, что у тебя подделка футболка? Я говорю, в смысле подделка, я ее покупала в официальном магазине. Как она может быть подделка? Не, я знаю, что и в магазинах бывают подделки, ну, блин, так не хочется в это верить, что это такое. Вот, она говорит, вот, я говорю, почему подделка? Она говорит, вот, смотри, у тебя перекручено, вот лекала, типа, было не так. Я говорю, мам, ну, может, они сэкономили? Она говорит, ну, вообще-таки бренды не должны экономить. То есть экономят, это где? Это и китайские вещи какие-то, еще что-то экономят. Потому что берет там деньги за футболку, да, там, две тысячи такая футболка стоит, тысяча девятьсот. И кроет, еще и экономит. Ну, типа, не для таких брендов должно это быть. И я хотела у вас узнать вообще, как вы к этому относитесь. Кристина, ты знаешь что-то об этом? Если ты говоришь о брендах, покупаешь, нет, ну, серия, ну, так же, как твоя сумочка. Она толхатрой. Правильно, может, такой ситуации. И что, нести, менять? Ты же постирал это? Да. Так после стирки это проявляется. Это проявляется после стирки. Не знаю. Кристина говорит, что это фигня какая-то, говорит. Значит, обманули как-то. Я не знаю. Я оставлю свой инстаграм, пожалуйста, девочки, кто знает об этом, слышал. Может быть, кто-то сам работает или кто-то знает знакомых. Да, или может, в других даже марках, просто там, те же, там, не знаю, мустанг, еще какие-то. Если кто-то с этим сталкивался, почему такое происходит? То есть мама сказала, что это крой неправильный. Обычно это кроют, когда экономят. Но бренды не должны экономить. Они тогда свое имя как-то, да, хреноватенько. Вот. И вначале она была тоже вот такая, все замечательно ровненько было. Но вот эту постираем и глянем тогда, как это будет. В общем, у меня теперь две футболочки, которые я купила в официальных магазинах. То есть это не что-то я купила там непонятно где. Так, что еще у меня? Еще я купила сумочку вот такую вот. Калипсо. Вот, знакомого? Мне, кстати, нравится этот бренд. Там тоже недорогая обувь есть и кожаная обувь, и есть обычная. И очень много интересных моделей. Кстати, надо туда зайти мне и посмотреть. Хочу на танкеточки. Сейчас обувь хочу себе на танкеточки найти. Нашла вот такую сумочку. Она одна. Черненькая. Очень простая. Девчонки, вообще невероятно. Сейчас эти сумки начали делать все. На самом деле. Но качество оставляет желать лучшего. То есть она стоила 2700. Уже нет. Эта сумка стоила 2700. Я ее купила со скидкой. Последнюю. Но дело в том, что ну просто настолько просто все сделано. Настолько она не стоит этих денег совершенно. Да. И замочек уже попортился. Вот. Ну, я ее взяла для своих нужд. Ну, как бы пусть я ее потаскаю. Она, в принципе, симпатичная лаковая сумочка. Да. PG. Ну, больше таких нет. В другие калипсы я заходила. Вообще нигде нет. Я ее последнюю взяла. И нигде нету их вообще. Кто успел, видимо, их было немного. Это какая-то серия. Петти Джоли. Петти Джоли. Рука вот модная. Скоро вы меня вот с такой сумочкой будете немножко видеть. Вот. В принципе, все, наверное, со всеми покупочками. Все показала? Вроде все. Все, мои хорошие. Тогда буду с вами прощаться. Надеюсь, видео было сегодня интересное, информативное. Вот что-то рассказала вам, да. Потому что многие вот по поводу брендов, вот что-то там раньше там против брендов как-то. Ну, я прям особо против них никогда не была. Если у меня появляется много денег там, да, или появилось бы много денег, в первую очередь я пошла бы и купила себе кучу брендов. И вообще, когда я жила в Москве, я вам так скажу. У меня в Москве очень большое количество знакомых. Я видела людей достаточно успешных, я была в гостях у таких людей, мы общались, дружили. Я видела, как эти люди живут, как они одеваются, как они тратят деньги. И мне всегда нравилось, когда я приходила, допустим, кому-то в дом и видела дорогие интерьеры. То есть не просто там куплено все, там как с Икеи, там мы покупаем, да, вот я покупаю, мы покупаем, не знаю, я не знаю, кто меня смотрит. И думаю, разные абсолютно люди. Ну, например, как я покупаю, все из Икеи, что-нибудь дешевенькое сейчас, да. Потому что нет сейчас особого своего жилья, в которое хотелось бы вкладываться. Нет особых возможностей, чтобы я там вообще покупала себе кровать какую-нибудь там за, я не знаю, со 100 тысяч, там за 200. Я думаю, такие будут возможности, но пока их нету. И мне всегда нравилось, когда я приходила кому-то в дом и видела невероятные какие-то вещи, которые просто ты где-то не увидишь. То есть они где-то привезенные, где-то заказанные, где-то дизайнерские, да, это очень круто. Когда ты заходишь к человеку в гардероб, видишь, да, что у него там отдельная комната какая-то. Ну, даже смотря Инстаграм тех же Боня, там Бузова, еще кого-то, да, я вдохновляюсь этими всеми женщинами, потому что они молодцы, они добились какого-то успеха в жизни, они живут красиво, они путешествуют, у них куча брендовой одежды, что даже он недавно Боня отдавала вообще одежду, представляете, там, кроссовки Диорджи, Джимми Чу, там, то есть просто человек все это отдает, потому что у нее это уже, знаете, как одним местом ешь, да, и она уже дарит такие вещи, да. Мне кажется, это круто, ну, классно, это возможности, клево. Побывать где-то на каких-то показах и концертах всех этих, да, и именно когда тебя приглашают, у тебя там есть свои пригласительные какие-то. Не просто ты там урвешь, ищешь что-то, да, а когда вот твою персону зовут, приходите, мы бы очень хотели вас видеть, это же клево, да. Вот, когда ты покупаешь себе какую-то дорогую сумку, там, за 100, за 150 тысяч, это как все равно, что сейчас ее купить за полторы, например. Вот я не знаю, кто меня смотрит, девочки, у вас есть там определенная зарплата, там, 40-50 тысяч, ну, к примеру, да, и вы можете пойти себе купить сумку за полторы тысячи. Ударит она по карману вам? Да нет, что жалко, полторы тысячи на сумку, на крутую? Нет. И я считаю, что с таким же ощущением нужно покупать эти дорогие сумки, бренды. То есть, если вы собираете несколько месяцев на одну какую-то сумку, там, да, и потом с ней ходите и крутуете, да, не, ну, если это даже кого-то удовлетворяет, то почему нет? Вот честно, вообще даже нет претензий, да. Да, просто я так не могу. То есть, опять же, помните, я говорила вам момент, да, что когда ты видишь такого человека, как бы первая мысль у тебя, что у него есть на это деньги. Но не факт, опять же, да, крутая машина, съемный дом, особенно мужчины так любят делать иногда, производить впечатление. Иногда это нужно для работы, а иногда это нужно для, там, девушек, не знаю, пыль в глаза пустить, не знаю, как, это не, ну, как бы, мне кажется, это какое-то не самоудовлетворение внутри, да. То есть, когда ты действительно всего этого достиг, ты как-то ведешься спокойно, ты какой-то уверенный вся человек. А когда ты реально для понтов все это приобрел, да, когда покупают айфоны, там какие-то последние в кредит их берут, там, и так далее, ну, лично я так не делаю, потому что для меня это как-то не по-настоящему. Я хочу купить себе айфон крутой, дорогой, в кредит. Когда ты просто берешь телефон в кредит, да, просто у тебя нет денег на обычный телефон какой-то, да, там, просто обычный сенсорный телефон, чтобы им пользоваться, это одно. А другое дело, когда ты берешь айфон, он там, вон там 100 тысяч, ты его берешь в кредит. То есть, у тебя нет денег. На хрен ты его берешь в кредит? Сейчас через пару месяцев выйдет опять айфон какой-то следующий. И твой вот мультик недавно смотрела про мальчика, я не помню, Барбосики, по-моему. И там тоже, он там гнался, гнался за каким-то телефоном, наконец-таки его купила. Такой, у меня телефон, смотри, я с ним разговариваю. А ему там говорят, фу, ты лузер. Такой, почему лузер, у меня же есть телефон. Он там его выменил на что-то. А тут говорит, да потому что сейчас новый, там что-то там новый, два. Такой, твою мать. Вот примерно так же с этим. И все эти коллекции, да, они, конечно, все, каждый год все стареет. Короче, за этой модой, за всем этим не угнаться. И чтобы действительно чувствовать себя, мне кажется, удовлетворенно и полноценно, нужно зарабатывать очень хорошие деньги. Вот. И я пока что себе покупаю такое все, ну, такой минимум как бы на уровне. То есть что-то совсем зашкал, дорогое я себе не покупаю, потому что, ну, это нерационально. У меня есть еще планы какие-то. Мама даже на это ругается на самом деле, что я покупаю. Должна это ругается. Говорит, это дорого, это дорого. Зачем ты это покупаешь, собирай на квартиру. Вот. Но я говорю, для меня это важно. Я хочу, когда я живу, чувствовать, что я живу, что я кайфую, что я наслаждаюсь жизнью, что жизнь у меня удается, что все хорошо складывается. Я на самом деле для этого очень много работаю. То есть это не так, что ты живешь, и так у тебя все суперклассно складывается. Нет. Я сейчас очень много сил уделяю этому. И вот раньше, когда только занялась блогерством, многие спрашивали, там, как, что? Я говорю, ой, там, мне все легко, все так классно. Это было такое, да, вот такое вдохновение по наитию. Но чем больше проходит времени, чем больше появляется подписчиков, тем больше появляется какой-то ответственности. И вообще я вам скажу, что это труд, огромный труд на самом деле. На самом деле. И быть блогером нелегко. Если вы видите блогера, который имеет уже больше 100 тысяч подписчиков, который регулярно выкладывает видео, видео какие-то, да, там, интересные, и он всегда на позитиве человек, да, поэтому я про себя говорю, это нелегко, правда. Это отнимает очень много времени, сил и энергии. И я вам так скажу, что вот YouTube для меня номер один. Параллельно мне еще хочется то, 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 но меня просто не хватает физически. Я не могу даже делать вещи, которые действительно меня расслабляют. Я не могу включить фильм, блин, какой-то. Я раз в неделю, если включаю свой любимый сериал, и меня хватает, чтобы меня не вырубило вечером посмотреть серию, это классно. Я сейчас настолько устаю вечерами, что даже не могу монтировать. Я встаю и утром монтирую. И бывает, если я не выкладываю каждый день видео, а через день, это вы просто можете понять, что я очень устала. И просто физически меня не хватило. Да. Вот. Не знаю, почему раньше времени хватало как-то на все. Я не знаю, честно говоря. Не понимаю. Ну, короче, такие дела. В общем, супердлинное видео получилось суперинформативное. Обо мне, может быть, вы узнали немножко больше. Я поделилась. Надеюсь, никого не обидела в своем видео. Ни в коем случае не хотела. Вот. И как бы я комфортно себя чувствую в любой одежде, на самом деле. Знаете, как бывают люди, которые там должны одеваться определенно. Не могут одеваться как-то там. Если они одеты, например, в чем-то китайском, то для них это фи-фа, брезгует там, да. Я к этому не отношусь. Я могу любую одежду надеть и буду чувствовать себя не королевой. Серьезно говорю. Поэтому я могу носить все, что угодно. Вот. То есть для меня, в первую очередь, не одежда красит человека. Человек одежды. Это правда. И, ну, как бы это должно быть внутри. Если у человека какой-то фетиш в этом смысле, и он брезгует что-то, там, Китай, например, или что-то простое, недорогое, то мне кажется, это... Что это? Что это на самом деле, Крис? Высокомерие. Высокомерие, думаю? Ничего больше? Обычность, высокомерие. Ну, скорее всего, это в человеке какая-то напыщенность, высокомерие, не очень хорошие какие-то качества внутри. Вот. И, наверное, он сам по себе не наполнен, если он чувствует себя в дешевой одежде какой-то китайской, например, да, как-то не уверенно. Ну, наверное, он не уверен в себе. В общем, ладно, я вас целую и люблю, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok